Далее переходим к нашей следующей теме. Общество всего Каспийского региона стремительно переходит на альтернативные источники получения информации. Люди хотят узнать реальные факты о происходящем в Украине. Об этом в нашем эфире рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Давайте его услышим. Мы видим, что социальные сети достаточно переполнены информацией, прямыми репортажами из Украины, меняется контент и меняется отношение людей, имеющих доступ к интернету, к оценке и больше понимания ситуации того, что происходит в Украине, что это геноцид, что это уничтожение, что это война. Это война имперской страны, и это война не просто имперской страны, это война на уничтожение целой нации. Также напомню, что российская пропаганда превратила свое общество в зомбированную массу. Годы лжи готовили плацдарм для вторжения в Украину в сознание россиян. Со своей задачей пропагандисты справились, и россияне стали зомби, верящими только телевизору. Об этом рассказал российский оппозиционер Игорь Яковенко. Давайте услышим его мнение. Путин ведет информационную войну против собственного народа. И эту войну он выигрывает, триумфально выигрывает. Значит, информационные войска сегодня являются главными войсками. Это не преувеличение, это факт. Это главные войска среди всех родов войск. Потому что с начала войны финансирование информационных войск, финансирование телевидения, других государственных СМИ увеличилось в три раза. И это серьезно. Вот это зомбирование населения, оно увенчалось успехом. Но я напомню, что самые большие растраты из государственного бюджета Российской Федерации идут на военно-промышленный комплекс и на поддержку государственных федеральных СМИ. Так вот, на фоне войны в Украине Российской Федерации в три с половиной раза выросли расходы на гос. СМИ. То есть на свою пропаганду бюджетные расходы на средства массовой информации с января по март составили, представьте себе, 17,5 миллиарда рублей. Если быть точнее, это в три-два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Ну и также далее продолжим тему касательно свободы слова и донесения информации до Российской Федерации. 12 апреля суд приговорил бывших редакторов студенческого журнала «Докса» Аллу Гутникову, Артема Арамяна, Наталью Тышкевичу и Владимира Метелкина к двум годам исправительных работ каждого по делу о вовлечении несовершеннолетних протестов. Также им запрещено администрировать сайты в течение трех лет. Условное дело, уголовное дело против редакторов журнала появилось в начале 2021 года. Поводом для возбуждения данного дела стало видео «Докса», адресованное школьникам и студентам, на которых оказывали давление в образовательных учреждениях из-за участия в акциях в поддержку Алексея Навального. Ну и вот, что о журналистике и цензуре в России думает Алла Гутникова, редактор журнала «Докса». Своё мнение она высказала нашим коллегам из «Радио Свободы». Давайте услышим. Мне кажется, что сейчас в России полноценно заниматься журналистикой и активизмом честно, профессионально практически невозможно, потому что журналистика несовместима с цензурой или самоцензурой. Сейчас нужно говорить каким-то эзоповым языком, либо сталкиваться с довольно жесткими репрессиями. То же самое происходит с активизмом. Хочется надеяться, что всё равно люди будут говорить то, что они думают, и вести себя так, как им подсказывает совесть. И с нами уже на связи журналист, бывший заместитель главного редактора издания «СНОП» и бывший заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Ренат Давлет-Гильдеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Ну что ж, давайте от обобщенного и потом к подробностям, к деталям. Свобода слова в Российской Федерации. Вообще уместно упоминать такую формулировку, такое словосочетание? Я думаю, что слово «свобода» совершенно неуместно упоминать в контексте Российской Федерации. Но если мы говорим про свободу слова, то конкретно свободы слова в Российской Федерации нет, я думаю, уже на протяжении последних нескольких десятилетий. Потому что то, что мы сегодня наблюдаем, мы наблюдаем уничтожение российской журналистики. Это нужно признать, журналистики в России больше нет. Ни в каком виде. Профессия убита. Но этот процесс окончательно. Можно надгробие ставить, всё, точка. Просто процесс длился несколько десятилетий. То есть это не то, что случилось за последние месяцы войны. И так как Владимиру Путину, собственно, с момента прихода к власти необходимо было построить государство имени себя. Честная свободная журналистика этому, безусловно, мешала. Поэтому процесс уничтожения длился долго. Вот мы сейчас просто наблюдаем торжественные поминки. Хорошо. Если посмотреть непосредственно на вот эти дела уголовные, которые сейчас производят. Вот я немножко информации добавлю, что, напомню, в России 13 марта задержали сразу трёх журналистов-блогеров Подмосковья, Хакасии и Листин. На всех троих завели уголовное дело по статье о так называемых фейках о российских вооружённых силах. Всё дело в том, что эти журналисты на своих медиа рассказывали о реальных фактах мародёрства и убийств российскими военными мирных граждан в Украине. Вот исходя из этой информации, можно ли говорить о том, что, если можно говорить, Путин, или давайте лучше говорить, российская власть, делает всё для того, чтобы максимально удержать вот этот информационный вакуум, который строился в Российской Федерации годами? Ну, конечно, и на самом деле все эти законы, которые принимались, на самом деле мы сегодня видим, сейчас, в той точке, в которой мы находимся, что всё это очень долго готовилось. И когда, условно говоря, в январе в России не верили сообщениям агентства Bloomberg о том, что готовится война, сегодня все мои журналисты, я лично, мы совершенно пересмотрели всю цепочку событий. То есть сегодня-то, мне кажется, что, условно говоря, и арест Алексея Навального, и столь суровый приговор, тоже были неспроста, просто для того, чтобы у оппозиции не было потенциала для того, чтобы выходить на улицу и протестовать. То есть это всё, как бы, часть одной большой борьбы с любым инакомыслием. И, конечно же, условно говоря, многие мои коллеги, коллеги из Украины, например, они часто задают вопрос, почему 70% населения страны, иногда эти цифры больше, поддерживают войну. Да потому что у 70% населения страны, а сейчас, я думаю, что у 99% населения страны, нет доступа никакой информации. Совершенно никакой. Сегодня, так или иначе, любой независимый журналист, который остался в России, это либо человек, который покинул Россию, либо человек, который сел. И другой вариант просто не существует. И вы приводите в пример дела против блогеров, которые пытались называть белое, белое, черное, черное, войну войной, о преступлениях российских солдат в Украине, преступлениями российских солдат в Украине. Но, конечно, даже то, что я, например, говорю, я сейчас наружусь в Тбилиси. Если бы я ровно этот текст, который я вам только что произнес, говорил, находясь в России, то я думаю, что секунд через пять в эту дверь бы уже постучали, и секунд через шесть бы просто прекратилась вот эта трансляция. Мы бы с вами просто уже не говорили. В России невозможно заниматься журналистикой. Все законы, которые приняты в последнее время, и закон о фейках, который принят в начале марта вместе с началом войны, он не позволяет не то, что журналистикой заниматься, он не позволяет выходить на улицу с белым плакатом. То есть контекст, в котором находится сегодня Россия, это контекст абсолютно чудовищный. И я понимаю, что это пошло сравнивать с каким-то 37-м годом, но меня знаете, что больше всего пугает? Меня гораздо больше пугает отсутствие журналистики в стране. Ну, условно говоря, понятно, что у нас есть интернет, что люди, думающие, могут уехать, что журналисты, которые хотят доносить правду, могут уехать и продолжать о чем-то рассказывать. Мы, например, делаем стрим в Ютубе для издания «Инсайдер». И пытаемся как-то говорить правду. И человек, у которого есть какое-то критическое мышление, он способен эту правду воспринимать. Пугает меня вот что. Пугает меня то, что начались доносы. Пугает меня расцвет стукачества. Больше всего. То есть, условно говоря, например, каждый день читаю новости, и в этих новостях вижу, например, человек повесил на балконе в Брянске желтую и голубую ленточки. И соседи позвонили в полицию. И к этому человеку пришли, его задержали, ему выписали штраф. А если он повесит такие две ленточки еще раз, то его посадят. Это страшно. Страшно. Когда Владов писал про 4 миллиона доносов, вот в России пошли эти доносы. То есть, журналистику убили, и сейчас люди просто еще начинают стукачать друг на друга. То есть, мы реально перешли вот так вот за пару месяцев из-за общества, которое хотя бы пыталось думать, в общество, которое единственное, о чем мыслят, это мечта о возрождении православного сталинизма. Вот это вот точка, в которой находится сегодня Россия. Поэтому говорить о свободе слова, я опять возвращаюсь к вашему первому вопросу. Да, конечно, нельзя. Потому что в России нет свободы личности, в России нет свободы высказываний, в России нет никакой свободы. Никакой. И свободы слова, конечно же, в России тоже нет. Вот вы вначале сказали о законе, о фейках, которые приняли в Российской Федерации. Если я не ошибаюсь, там как раз фигурирует из этого закона о фейках слово «война». То есть, в Российской Федерации запрещено говорить «война против Украины», существует только спецоперация. Правильно я понимаю? В Российской Федерации запрещено, в принципе, употреблять слово «война». То есть, вы же понимаете, что нас задерживают людей, которые выходят на улицу с томиком Толстого «Война и мир». Он задерживает людей, которые выходят на улицу с карточкой платежной системы «Мир» банковской. Потому что это считается дискредитацией российских вооруженных сил. У меня один вопрос к тем людям, которые подобные, как сказать, совершают. К полиции, к судам, которые уносят эти приговоры. Насколько же слабая российская армия, насколько же хиленький российский солдат, если дискредитировать его, может Томик Льва Толстого? Вот смотрите, Ренат, в продолжение этой темы, я не просто так спросил вас про слово «война», про слово «мир». В одном из последних интервью Наталья Поклонская сказала, что ей прилетело предупреждение, открыто на нее какое-то дело, за то, что она подняла в руках какой-то детский рисунок, где было написано слово «мир». И в этом интервью Екатерине Гордеевой она несколько раз использовала слово «война» в отношении ситуации в Украине и попросила прямо в этой программе, думаю, вы видели, удалить, вырезать ее фразу слово «война». В то же время Юрий Дудь, журналист российский, в недавнем своем, два дня назад, он опубликовал очередное интервью про войну в Украине, и он несколько раз в открытую назвал ситуацию в Украине не спецоперацией, а именно войной. Я правильно понимаю, что им по факту сейчас обоим может прилететь по 15 лет? Ну, не по 15, а максимум 10 лет, и 10 лет это только если это юридическое лицо или организация, и только если в случае повторного нарушения. То есть здесь очень важно понимать, что когда мы читаем новости про грозить 10 лет, ну 10 лет просто так сразу не грозит. То есть если я выйду на Красную площадь и скажу остановить войну, меня безусловно задержат, мне скорее всего дадут 15 суток, и скорее всего я заплачу штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Но если я в течение года еще раз делаю то же самое, вот тогда уже административное наказание может смениться уголовным наказанием, и мне может грозить до 3 лет заключения. Если я это буду делать с группой лиц, мне может грозить до 5, если я буду это делать, используя служебное положение, например, я будучи, например, главным редактором какого-то ресурса, все это буду показывать несколько раз, то мне грозит уже до 10. Но тем не менее, мы должны понимать, что это все репрессивные законы, которые пытаются закрыть рты всем. Журналистам, блогерам, просто людям, у которых совести стало. Я считаю, понять, что приличный человек в России существует или неприличный, можно одним простым тестом. Человек признает войну или не признает войну. И дальше второй вопрос, он поддерживает или не поддерживает смерть и убийство. То есть если человек кровавый фашист, то это человек, который может поддерживать войну и может поддерживать те зверства, которые Российской армии творит на территории независимой Украины. Все. Это такой очень простой водораздел. И другого водораздела больше в России не существует. Мы живем в такой реальности. Если возвращаться к Юрию Дудю, Юрий Дудь не находится на территории России. Юрий Дудь Россию покинул, как и многие. Екатерина Гордеева не находится на территории России. Екатерина Гордеева территорию России покинула. Поэтому, наверное, эти люди могут себе позволить хотя бы слово «война» говорить. Вообще, на самом деле, сейчас, я буквально за пару минут до вас говорил с Таиром Мамедовым, комиком. Мы обсуждали историю с Нурланом Сабуровым, который сейчас путешествует по Соединенных Штаттам. И его концерт активно отменяют, потому что он боится высказываться. И мы говорили с ним вот о чем с Таиром Мамедовым. Это комик, стендап-артист, очень известный российский. Он говорит, в России чувствовать себя свободно можно только тогда, когда ты таможенную зону Шереметьево пересекаешь. Вот когда ты паспорт отдал таможеннику, тебя каким-то чудом из страны выпустили, паспорт вернули со штампом. И ты в дьюти-фри. Вот там ты можешь, оглядываясь и переходя на шепот, хотя бы чуть-чуть чувствовать себя немножечко свободным в шаге от права на слово. Вся остальная территория страны, это карцер с точки зрения морали. Это такой моральный карцер, в котором сейчас находится российское общество. И мне за это российское общество страшно, потому что это общество лишили вообще какой-то информации. Это общество живет в Романе Кавке или вот этого Стэнфордского эксперимента, когда обществу дают черный треугольник и говорят, это белый квадратик. И нужно кивнуть, согласиться и сойти с ума. Я очень боюсь за душевное и психологическое состояние русского человека, за которого душа моя, несмотря на то, что находится в Тбилиси, по-прежнему переживает и болит. Вот вы вспомнили про комиков. Сам был очень удивлен, вчера как раз увидел это видео, сейчас наши редакторы могут показать это на весь экран, без звука. Я скажу, что на сцене Нурлан Сабуров, российский комик, кстати, очень популярен в российских обществах. Во время его выступления на сцену выбежала девушка в окровавленном платье с криками об убийстве детей и изнасиловании женщин в Украине российскими военными. С призывом того, чтобы популярные комики не молчали. Я напомню, Нурлан Сабуров один из тех комиков российских, которые никак не комментируют ситуацию в Украине. На что Сабуров не промолчал, а сказал, ха-ха, возможно, это что, месячные у девушки? И на что зал начал просто рыготать вовсю. Вот скажите, пожалуйста, комики, и плавно переходя к теме социальных сетей, комики сейчас в Российской Федерации, это тоже как метод пропаганды, но уже с возможностью входа в социальные сети, на более молодую аудиторию? Ну, конечно, и здесь же важно понимать, что, так или иначе, рынок стендапа в России контролируется компанией «Газпром Медиа», потому что почти все стендаперы российские, они завязаны на телеканал ТНТ и на группу компаний «Комедий Клаб Продакшн». Обе этих компаний контролируются структурами «Газпром Медиа», «Газпром Медиа» контролируется «Газпромом», «Газпром» контролируется российским государством. То есть, как бы вот эта прямая цепочка, в конце которой находится условный Нурлан Цибуров, и мы можем вот так вот отматывая, 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 отматывая понять, что, конечно же, ни один комик в России, если он хочет оставаться комиком в России, зарабатывать на корпоративах, шутить на рублевских днях рождения, он не может себе позволить даже попытаться вспомнить про совесть и шутить про контекст. Я совершенно уверен, что юмор – это важнейшая история, и с Александром Роднянским мы говорили позавчера, и он очень крутую мысль мне сказал. Чем крут Зеленский? Зеленский, помимо того, что это великий президент, он очень крут тем, что это человек, который занимался политической сатирой. И само наличие политической сатиры, и то, что, там, Зеленский, условно говоря, позволял себе шутить про каждого президента, какой только был в Украине, это создало огромный двигатель, да, в принципе, ощущение свободы. Политической сатиры необходимо. В России политической сатиры нет. В России шутить можно про месячные, грубо и неуместные. В России шутить можно про оппозиционеров тоже, желательно погрубее. А шутить про Путина в России можно только хорошо. Ну, в смысле, его превозносят. Другого варианта нет. В России нет политической сатиры, в России, соответственно, нет нормального стендапа. Стендап в России – это вот то, что мы видим. И самое ужасное, что, вот вы показали это видео, моя личная эмоция была следующая. Мне было стыдно за каждого хохочущего в зале. То есть самое ужасное – это вот эти смешки над плохой, чудовищной и неуместной шуткой. С одной стороны, наверное, шутить можно обо всем. Наверное, да. Главное – шутить хорошо. Но я уверен, что невозможно не понимать контекст, когда ты шутишь. Нельзя забывать про боль, нельзя забывать про трагедию, которая происходит. Нельзя не высказываться, иначе ты не комик. Иначе ты просто какой-то, не знаю, Петросян и аншлаг-аншлаг на Волге. И хороший комик как раз отличается тем, что он не может игнорировать контекст. Сегодня такой момент, когда не высказаться, это равно поддержать. То есть молчание равно флаг России, поднятый, повышенный на стадионе Лужники. Или буква «З» на лобовом стекле автомобиля. Вот это значит молчание. И поэтому каждый человек, который молчит, в том числе комик, это так или иначе представитель партии войны. И я в этом совершенно убежден. И я, например, совершенно поддерживаю отмену концертов Нурлана Сабурова в Соединенных Штатах. И очень круто, что украинская комьюнити, которая находится в Чикаго, например, мы знаем, отменили концерт. Я подозреваю, что там еще в будущем концерты в Майами, например, запланированы. Я надеюсь, что украинская диаспора в Майами тоже сделает все возможное, чтобы этого концерта не было. Это очень хорошо, потому что люди понимают, что им там больше не место. Пусть Дмитрий Сабуров едет в Брянск и выступает в Брянске. Пусть он едет в Сызрани и выступает в Сызрани. Но не надо выступать в Майами, в Чикаго и в Лос-Анджелесе. И это очень круто, потому что людям нужно показывать место. И культура отмены, которой в России нет, она вот таким образом может воздействовать на человека, который позволяет себе, над украинской художницей, находясь в Соединенных Штатах и говоря по-русски, пошутить про менструацию. И который позволяет себе засунуть язык подальше и совершенно ничего не говорит про войну. И да, и слава богу, что это все пришло на рынок стендапа, который, конечно же, в России не независимый. Независимые стендаперы, которые позволяли себе высказываться и шутить на политические темы, хорошо шутить и уехали. Вот в Дубилиси, например, находится комик Долгополов, которого вы знаете, который сейчас пошел вообще работать на ФБК, в структуру Алексея Навального, и запустил свою программу в Ютубе. Очень круто, что есть такие люди, которые находятся без силы. Шутить, уехать. Но, к сожалению, опять возвращаемся к началу нашего разговора. Хочешь быть журналистом, хочешь быть комиком, хочешь быть человеком с совестью, либо садись, либо уезжай. Нет другого варианта. Если хочешь шутить, ну вот шути. Но самое забавное, что вот Нурлан Собуров считает, что он человек с совестью, и даже поехал шутить в нормальную страну, в отличие от Российской Федерации. Ну вот, все. Я думаю, что на этом шутки за пределами Российской Федерации для Нурлан Собурова закончились. Ренат, и последний к вам вопрос. Лично вы сейчас что делаете, чем занимаетесь, работаете ли вы в информационной сфере? Я продолжаю вести свои блоги на всех возможных каналах, потому что мне важно, что главное, постоянно что-то говорить. Постоянно говорить, потому что у российского зрителя в этом вакууме информационном, когда у него в одном ухе есть Владимир Соловьев с ужасом, в другом ухе у него какая-нибудь Ольга Скобеева, это российские пропагандисты, именно которых, я надеюсь, ничего украинскому зрителю не скажут и не нужно. Вот этому русскому человеку нужно какая-то информация. Поэтому я стараюсь как можно чаще писать, говорить, в телеграмме я блог в своем виду. А также мы запустили с коллегами из Инсайдера, издание Инсайдера, это издание, которое занимается расследованием, в том числе, например, важнейшим расследованием по поводу сбитого российскими войсками Boeing MH17 на территории Украины. Вот это издание Инсайдер запустило стрим в Ютубе. Мы этот стрим готовим вместе с Марфой Смирновой. Марфа Смирнова, бывшая ведущая Дождя, я, собственно, бывший замглавред Дождя, и мы делаем этот стрим в понедельник, среда, пятница. По-русски пытаемся говорить правду. И ваши коллеги даже бывали у нас в эфире. Спасибо вам большое. И спасибо, что вы пытаетесь также доносить альтернативную информацию до РСН. Собственно, и мы в Украине, находясь тоже на русском языке, пытаемся доносить информацию. И из источников, ту, которая есть на самом деле. Спасибо вам огромное. Журналист с нами на связи был. Бывший заместитель главного редактора издания «СНОП» и бывший заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Ренат Давлет-Гильдеев был. Спасибо вам большое. Что ж, мы далее будем продолжать. США призывают Россию прекратить репрессии против критиков Кремля. На фоне войны России в Украине продолжается очередной откат назад в вопросах соблюдения прав человека. Об этом заявил госсекретарь США Антони Блинкин, представляя доклад по вопросу о соблюдении прав человека за 2021 год. Ну и российский оппозиционный политик и политзаключенный Кремля Алексей Навальный предложил лидерам Запада оплатить масштабную рекламную кампанию в соцсетях, нацеленную, чтобы показать россиянам последствия войны и фото преступлений российских войск в Украине. Одна треть правды к доступу информации наносят столь же сильный ущерб для безумного режима Путина, как и ракеты «Джевелин». Как говорит Навальный, факт заключается в том, что большинство граждан России имеют слишком искаженное представление о том, что происходит в Украине. Для них Путин ведет маленькую победоносную войну без серьезного кровопролития. Ну и далее давайте посмотрим материал. Два года исправительных работ и запрет на администрирование сайта в течение трех лет. Именно такой приговор 12 апреля получили редактор российского журнала «Докса». Творческому коллективу выдвинули обвинение в вовлечении несовершеннолетних в протесты год назад. Именно тогда продолжались массовые митинги по всей России в поддержку политика Алексея Навального. Чем российскую власть настолько напугал студенческий журнал и почему его редакторов отправили на скамью подсудимых, далее в нашем материале. Задача государственного террора запугать на всех, чтобы мы все время чувствовали себя под угрозой, чтобы мы стали цензорами для самих себя. Бывший редактор студенческого издания «Докса» Армен Арамян произнес это в московском суде. По очереди с последним словом выступают и его коллеги. Закрыть рот им пытаются даже на судебном заседании. Я прошу не перебивать моего подзащитного. Последнее слово и подзащитный имеет право сказать все, что считает нужным. Преследования редакторов «Докса» начались весной прошлого года. 14 апреля силовики пришли с обыском в редакцию журнала к сотрудникам Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Але Гудникова и Владимиру Метелкину и их родителям. По сути изъяли мою технику личную, изъяли просто всю звукозаписывающую и видеотехнику нашего журнала и зачем-то изъяли просто практически все футболки, которые у нас были. Вскоре им выдвинули обвинение в вовлечении несовершеннолетних в протесты и посадили де-факто под домашний арест, отняв не только возможность продолжать работать, но и полноценно жить. Под запретом доступ к интернету, а прогулка на улицу не больше двух часов в сутки. С бытовой точки зрения мы, наверное, все уже привыкли, потому что уже три месяца это продолжается уже и как-то уже забываешь, каково это жить нормальной жизнью, когда тебе можно выходить из дома. Дело на редакторов ДОКСа было возбуждено из-за видео, в котором журналисты обсуждали преследование студентов за участие в акциях в поддержку политика Алексея Навального. Именно в этот период с января по апрель прошлого года в России прошли массовые митинги в поддержку оппозиционера. Участие в них активно принимали студенты, которым довелось столкнуться с угрозами от руководства вузов, а некоторых активистов и вовсе отчислили. Преследование коллектива ДОКСа – наглядный пример того, как российская власть готова любыми методами бороться со свободой мысли и слова внутри страны. Это действительно студенческий журнал, что само по себе очень опасно для власти, потому что власть на самом деле больше всего боится уличного протеста. ДОКСа никогда не призывала к каким-то уличным протестам, но она, так сказать, отстаивала право. Вот этот студенческий журнал, он защищал студентов, которых исключали из вузов за участие в протестах Навального. После вторжения России в Украину журнал ДОКСа попал в список запрещенных Роскомнадзором СМИ. Сейчас в России свободы слова и вовсе не осталось, говорит оппозиционер. Всем СМИ кислород перекрыт. Они все практически без единого исключения внесены, так сказать, под запрет. Они все объявлены вне закона. И это произошло. Мало того, вне закона объявлен Фейсбук, вне закона объявлен Твиттер. Все вот такие вот лазейки закрыты. Тем временем бывших редакторов журнала ДОКСа суд приговорил к двум годам исправительных работ каждого. Также им запрещено администрировать сайты в течение трех лет. Адвокат и приговор планируют обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека. Такая возможность у россиян остается до 16 сентября. В этот день Россия перестанет быть участницей Европейской конвенции по правам человека. Марина Барба специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.